Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте. В Республике проходит неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Что в медицине называют репродуктивным здоровьем и какими возможностями обладает Республиканский перинатальный центр для того, чтобы продлить медицинским путем репродуктивное здоровье женщин? На эти вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой ответит руководитель Центра планирования семьи Республиканского перинатального центра, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Руфина Байчорова. Доброе утро всем. Доброе утро, Руфина Рамазановна. Здравствуйте. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Как у опытного врача, хочу у вас спросить, что такое репродуктивное здоровье? Совокупность чего? Репродуктивное здоровье – это не только показатель здоровья репродуктивных органов отдельно. Это не только здоровье органов, которые отвечают за репродуктивную систему, но также совокупность физического, психического и эмоционального благополучия человека, супружеской пары. Немаловажная составляющая в современной жизни – это стресс. Все мы помним времена, когда два года мы жили в хроническом, непрерывающемся стрессе. Конечно, это наложило огромный отпечаток и на репродуктивное, и на физическое, и на психологическую составляющую здоровья. И поэтому, когда мы говорим о стрессе, я не могу не сказать о том, что у нас в центре работает психолог, который занимается тем, что он консультирует женщин, которые оказались в какой-то кризисной ситуации. Но если мы говорим о кризисной ситуации, то, конечно, мы не говорим о чем-то очень редком. Вот, условно, у человека есть диагноз. Женщина хочет рожать ребенка в течение, условно, пяти лет. Вот эти пять лет являются для нее кризисным состоянием? Безусловно, являются. То есть и само понятие стресса, и пути выхода из этого стресса сейчас очень четко курируются. Поэтому и усилия акушеров-гинекологов, и усилия урологов-андрологов, и психологов, и зачастую юристов направлены на то, чтобы помочь паре реализовать свой репродуктивный потенциал. Конечно, я не могу у вас не спросить о том, какими возможностями сейчас перинатальный центр обладает для того, чтобы продлить репродуктивное здоровье. Я не могу не рассказать о нашем центре планирования семьи. У нас есть несколько специалистов. Ювенолог. Он занимается здоровьем детей и подростков, доводит их до определенного возраста, где отдает, условно, отдает в руки следующего врача. Врача-гинеколога-эндокринолога. Этот доктор курирует состояние женского здоровья от взрослого до менопаузального периода. И, кроме того, каждый врач имеет специализации, чтобы иметь возможность более качественно, профессионально оказывать медицинскую помощь, имеет дополнительные профессиональные компетенции. Кроме того, в центре есть специалист, который занимается вопросами бесплодного брака и невынашивания беременности. Я желаю вам успеха в вашей такой нужной профессии. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. На этом я прощаюсь с вами. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести» на абазинском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы абазинской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...